Знаменитая атомная ракета, о которой Путин показывал мультики, которая взорвалась на старте, засыпав радиацией большую площадь Архангельской области, взялась не сама по себе, а имела концептуальных предшественников, пусть и в несколько других областях. Судя по тому, что рассказал Путин, ядерная силовая установка должна была обеспечить неограниченную временем возможность полета, что теоретически позволяло нанести удар самого неожиданного направления. Однако, судя по тем подвигам, которые совершали некоторые изделия с такой же самой возможностью, если бы такая ракета была запущена и действительно где-то долго летала, то это была бы самодостаточная катастрофа, даже без учета того, что там была бы какая-то боеголовка. С теми кривыми руками, которые делают подобные игрушки, ракета жила бы своей жизнью, и последствия ее запуска были бы просто непредсказуемыми. С начала 70-х годов прошлого столетия и фактически до развала Совка осуществлялась программа строительства крупных атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан» или «Киров». Корабли строили в Ленинграде на судостроительной верфи «Балтийский завод». Считалось, что именно эти корабли будут противостоять американским авианесущим ударным группам, и как раз для этой цели они оснащались спаренной ядерной силовой установкой, позволявшей кораблю находиться в море достаточно долго, следуя параллельным курсам за АУК. На самом деле, необходимость строительства именно таких кораблей была вызвана тем, что Совок так и не смог создать полноценного авианосца, и уж тем более оснастить его соответствующей авиагруппой. Те подделки, которые гордо называли вертолетоносцами или авианесущими крейсерами, были блеглой имитацией американских авианосцев и просто не могли исполнять даже части функций, ради которых авианосцы строились. И тогда было решено, что противостоять этой угрозе можно другими средствами – атомными подлодками и чистыми крейсерами типа Кирова. Ядерная силовая установка должна была уравнять шансы авианосца и крейсера в плане автономности. Но дело в том, что в составе АУК только сам авианосец имеет ядерную силовую установку, а эскорт, состоящий из крейсеров и эсминцев, никто ядерными установками не оснащал. Зато штаты могли обеспечить надлежащую логистику всей группе, в частности, своевременную дозаправку топливом кораблей сопровождения. Совок не мог обеспечить даже логистики, а потому крейсера классов Киров и уж тем более уродцы типа квази-авианосцев изначально проектировались по принципу «все свое ношу с собой», поскольку обеспечивать постоянной логистикой в океане было нечем. Поэтому сама идея создания таких кораблей была актом отчаяния в бессильной попытке противопоставить что-то американскому господству в океане. В итоге серия строилась без особого энтузиазма, поскольку те, кто понимал суть этой программы, улавливали ее бесполезность в самой концепции, а раз так, то стали возникать идеи иного использования строящихся кораблей. Наверное, в какой-то момент в эту игру вмешались спецслужбы, и потому один из запланированных постройки крейсеров был перепроектирован в нечто совсем необычное, и уж точно никем до этого не строившееся. В общем, было решено оставить корпус корабля вместе с его силовой установкой и ходовой частью, а все остальное перепланировать для других целей, которые вполне могли утилизировать всю эту электроэнергию, которую вырабатывали реакторы. Как бы там ни было, но конторские перехватили один из корпусов строящегося крейсера и решили создать на его базе корабль радиоэлектронной разведки невиданных масштабов и невиданной же автономности. Они посчитали, что вместительный корпус и очень мощная силовая установка позволят нафаршировать его новейшей электроникой и различными радарами, которые по определению требуют очень большой мощности. Ну и плюс к тому, речь идет о самом начале 80-х, и надо понимать, что вся электроника была ламповой и потому действительно жрала прорву электроэнергии. Задумка была такой. Поскольку ядерная силовая установка дает огромный запас хода, то для максимальной автономности достаточно загрузить туда большое количество продуктов и всего самого необходимого, включая видеомагнитофоны с немецкими фильмами, и такое судно может находиться в тех местах, где американцы испытывают свое новейшее вооружение, в том числе и ракетное, а мощнейшая аппаратура будет фиксировать все, что будет происходить вокруг. В итоге получился просто невероятных размеров корабль-шпион ССВ-33 «Урал» с полным водоизмещением 35200 тонн. Он стал единственным кораблем серии 1941 «Титан». Просто ради сравнения, во время Второй мировой войны большая часть авианосцев имела примерно такое водоизмещение. И в самом деле, даже габариты этого шпиона были выдающимися. Длина – 265 метров, ширина – 30 метров и высота – 70 метров. Экипаж «Монстра» составлял тысячу человек. В 1983 году он вышел из Балтийского моря и отправился к месту своего базирования – порту Владивосток. За два месяца океанского перехода экипаж обнаружил, что на заводе его собирали специалисты особо крупных масштабов, и потому все это время пришлось потратить на ремонт различных систем и оборудования. Ничего толком не работало, или, вернее, работало не так, как должно было. Где-то в середине перехода моряки обнаружили, что на борту нет крыс. Вообще нет. Это стало намеком на то, что реакторы работают в каком-то особенном антикрысном режиме. Самим морякам это не добавило радости, но название «Чернобыль» им еще ничего не говорило, как не воспринималось намеком и время полшестого. Боевое крещение «Урал» принял в районе базы ВМФ «Совка» во вьетнамском порту Камрань. Тогда была поднята тревога по поводу того, что неизвестные боевые пловцы пытаются приблизиться к борту судна с неизвестной целью. Говорят, что фейерверк был знатный. В море полетели десятки гранат, и в конце концов они поразили противника. Боевые черепахи неизвестного супостата были уничтожены и больше не пытались атаковать сверхсекретный артефакт. Но с горем пополам «Урал» таки добрался до Владивостока, где его должен был ждать специальный причал. Но его не оказалось. Вернее, он, конечно, был, но по документам. Его приняли в эксплуатацию и даже по флотской традиции разбили о него трехлитровую бутыль самогона. Но по факту причал существовал только в первом приближении, в виде контра или наброска. Ну а самогон употребили другим способом, без боя стеклотары. В общем, «Урал» поставили на якорную стоянку и стали готовить к первому походу к Аттолу-Кваджилент в Тихом океане, где американцы испытывали элементы той самой сои. Но для такого похода надо было, чтобы все основные системы работали в штатном режиме, а такого не было и близко. И тут выяснилась еще одна уникальная и не имеющая аналогов способность этой посудины. Чем больше корабль ремонтировали, тем сильнее он ломался и приходил в негодность. Тем более, когда это пытались сделать в море. Работавшие со сбоями бортовой компьютер «Эльбрус» и система наблюдения «Коралл», состоящая из множества датчиков, окончательно вышли из строя. И что бы с ними ни делали, они так больше и не подали признаков жизни. Это при том, что с 1988 года посудина уже была принята на вооружение флотом. Близость к Японии могла бы подсказать альтернативное использование «Урала» в виде ядерного камикадзе. Но то ли эта мысль никому в голову не пришла, то ли она таки пришла, и экипаж просто разбегался с него до последних ста человек. Но все оставалось как есть. «Урал» ничего не разведывал, а тупо стоял во Владивостоке. Казалось бы, совок уже пошел под откос, и уже было не до шпионажа за американскими испытаниями, а потому служба на Урале могла стать грустной, как потом на авианосце Кузя. Но различного рода события, регулярно случавшиеся на шпионе, не давали расслабляться никому. Мы помним о том, что недавно на Кузе вспыхнул очередной пожар, и, в общем, такое событие придает не слишком много веселья экипажу, но если на другую чашу весов положить шашлык, неудачно пожаренный матросами, то тут становится не все так очевидно. С другой стороны, пожар на Кузе, работающем на валежнике и оленьих рогах, это одно, а пожар на судне с двумя ядерными реакторами совсем другое. Тем более, что пожар на Урале произошел летом 1990 года, когда все, в том числе и его экипаж, уже четко представляли то, чем заканчиваются подобные вещи на примере Чернобыля. В результате большая часть судна была повреждена, как потом сообщала российская пресса. Это значит, что восстанавливать это чудо техники стало еще сложнее, а, скорее всего, и вовсе невозможно. Но будь это обычная ржавая калуша, ее можно было бы просто пустить на металлолом, или просто продать его в таком виде тем, кто потом переплавит его и пришлет в совок. А потом в РФ что-то полезное и за большие деньги. Только вот с атомными посудинами такие номера не проходят. Построить их нелегко, но и утилизировать тоже непросто. В общем, командование ВМФ решило, что чудо техники пускай постоит на якоре, пока кто-то не примет окончательного решения о том, что делать с этим аналогов нет. Но и это решение оказалось чревато боком. Чуть больше, чем через год, осенью 1991 года, во время сильного шторма, шпион был сорван с якорей и лег в опасный дрейф в направлении Скалистого острова. Между прочим, авианосец Кузя тоже пытался вытворить нечто подобное. Так, однажды он утратил ход рядом с Мальтой, и штормовой ветер понес его в сторону Скалистого берега. Тогда шестой флот США был поднят по тревоге на случай проведения аварийно-спасательной операции. С тех пор Кузя ходит исключительно в сопровождении океанских буксиров. Ну а флоты НАТО тоже сопровождают его не как противника, а как потенциального нырка. Но как с Кузей, так и с Уралом дело обошлось без катастрофы. Утопить два действующих реактора рядом с Владивостоком это было бы точно не по фэншую. И тогда было принято высокотехнологичное решение, в результате которого Урал намертво пришвартовали к берегу. Казалось бы, на том все самое веселое и закончилось, но нет. Как следует из российской прессы, за 1991 годом пришел год 1992. И в общем, само по себе это не должно было как-то аукнуться на этом атомном магните проблем. Но не тут-то было. Рядом взорвался склад с боеприпасами, и корпус судна был серьезно побит осколками боеприпасов. Учитывая то, что два ядерных реактора не хухры-мухры, его отогнали в место, где ничего не должно было взорваться вообще. Но и стоя в безопасном месте, Урал проявил свой несгибаемый характер. Он стал принимать воду и дал крен в 5 градусов. С этого момента стало понятно, что с ним надо что-то делать. Предлагалось отогнать его в отдаленное место Дальнего Востока, чтобы использовать его реакторы как электростанцию для местных нужд. Но никто не дал гарантии того, что этого красавца удастся довести до места, и он не станет камином на дне для морских рыб. Говорят, что кто-то предлагал ему приделать колеса и доставить его до места посуху. Но и эта идея не прижилась, и в конце концов было принято решение утилизировать чудо техники. Во всей этой истории важно то, что Урал так и не был использован для того, для чего его строили. Ни разу. И тут возвращаемся к путинской ракете, которая... Ну а дальше по тексту. Музыка 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 Музыка